Заседание Совета депутатов Ленинского района начал председатель Совета Валерий Венцель. Он доложил о кворуме и представил приглашенных участников, среди которых были глава района и его заместители, начальники служб и управления районной администрации. Первым в повестке дня стоял вопрос о внесении изменений в устав Ленинского муниципального района. Депутаты внимательно выслушали докладчика и обсудили ряд принимаемых статей, а из 58 13 было изменено. Изменения в устав муниципального района внесены в связи с изменением территориальных границ, а также в связи с тем, что в последнее время законодательство в муниципальных образованиях очень динамично развивается, вносятся изменения в 131-й закон, в федеральный закон. Данные изменения поставили перед нами задачу внести соответствующие изменения в устав муниципального образования, что, собственно, мы и сделали, и депутаты на сегодняшнем заседании Совета депутатов приняли эти изменения. Следом народные избранники приступили к утверждению членов Общественной палаты района. Ее структура формирования такова. Изначально было предложено 33 кандидатуры в этот новый общественный орган. Семь человек, представляющие Общественное объединение района, уже утверждены главой. Семь кандидатов сегодня были одобрены Советом депутатов, а заключительные семь будут приняты и утверждены на ближайшем заседании Общественной палаты. Его планируют провести не позднее 1 февраля. Оставшиеся члены, не вошедшие из 33 членов Общественной палаты, будут резервом, который в случае необходимости будет являться тем источником пополнения членов Общественной палаты района, если возникли какие-то случаи, факты убытия по уважительным причинам членов Общественной палаты. Еще одним важным вопросом на заседании стало утверждение схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов в Совет депутатов. Ведь полномочия нынешнего состава заканчиваются в сентябре текущего года. Над созданием округов трудилась избирательная комиссия района и в своей работе руководствовалась только федеральными законами и нормативными документами. Однако деление по новым округам вызвало некоторые споры. Дело в том, что теперь появится несколько округов, которые включают в себя территории разных поселений, но сопредельных между собой. Какая разница? Разве если депутат от поселения Молокова и будет работать в этом же округе еще и относится к беседы, он что, будет как-то ущемлять беседы? Или наоборот? Да нет же. Пожалуйста, пусть соревнуется. Если будет два достойных человека, один из бесед, а другой из Молокова, из Молоковского поселения имею в виду, самый достойный и победит. В заключение добавлю, что в районе останется 19 округов и, соответственно, такое же количество депутатов в районном совете. Елена Бабина, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok